Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня мы вам хотим рассказать о храме, который снискал необычную славу. Недавно его еще называли «Спас на диете», потому что прямо под куполом красовалась вывеска «Магазин диета». Сейчас там другая вывеска, но тоже магазинная. О том, почему так случилось, нам расскажет клирик этого храма, диакон Александр Стебенев. Здравствуйте, Александр! Здравствуйте! Я знаю, что ваш храм, собственно говоря, не задумывался как храм первоначально. Может быть, с этим связано его необычное архитектурное решение. Расскажите, как вообще получилось, что он здесь возник? Дело в том, что такое архитектурное решение было принято строителями, и епархия получила храм в готовом виде, так сказать, вот принимайте в дар. И уже когда храм отделался изнутри, мы отталкивались от того, что было. То есть фактически мы получили, так сказать, бетонную коробку, которую уже наполняли благолепием, которое есть сейчас. А как вообще получилось, что в жилом комплексе и в торговом пространстве вдруг возник храм? Ведь, насколько я понимаю, это уникальное для нашего города явление. В общем-то, да. Ну, наверное, это реализация концепции шаговой доступности, которая про магазины, про торговые центры, спортивные центры. И я знаю, что даже такой термин существует в московской епархии, да, храмы шаговой доступности. Мы знаем эту программу 200 храмов. И вот, видимо, реализация этой программы привела к такому решению архитектурному, совершенно необычному для нашего города. Но инициатива принадлежала самим строителям? Совершенно верно. То есть получается, что строители – люди воцерковленные? Дело в том, что один из руководителей строительной компании является старостой нашего храма. То есть он, когда строил этот храм, уже думал, что будет сам принимать участие в богослужении? Я думаю, что да. Ну и, конечно, хотелось бы рассказать, как вы справляетесь с этим скептисом, который сопровождает, собственно говоря… Да, надо сказать, это актуальный вопрос, потому что люди привыкли, что храм – это отдельно стоящее здание, и долгое время… Ну, здесь две проблемы. Одна проблема, когда я своим знакомым говорю, заходите в храм, они говорят, а где храм? Мы знаем магазин, мы знаем спортивный комплекс, мы не знаем, где храм. И люди часто смотрят просто в землю, они не поднимают голову, они не видят купола, они не видят креста. А когда они видят купол, они думают, что это не православный храм. Еще и знаю, что смущает то, что он покрыт плиткой. Не знаю, почему это так значимо для людей. Но, на мой взгляд, самое важное, что происходит внутри. Ведь Господь говорит, где двое или трое собрались, во имя Моя, там и Я посреди них. И те люди, которые пришли в храм, они остаются с нами. Они видят богослужения, они видят отношения, совершенно такое, ну, я считаю, евангельское отношение к ближним, они остаются с нами. Мы ни разу не сказали, что это храм святого праведного воина Федора Ушакова. Но я хотелось бы сказать, что он еще не освящен, а только ждет своего освящения. Совершенно верно. Мы надеемся, что в ближайшее время это произойдет. Ну что ж, спасибо вам за ваш рассказ. Не переключайтесь, вас ждут еще новые включения. Мы расскажем о том, как ведется приходская жизнь в этом храме. И вы увидите, как он удивительно благоустроен. Это Союз Онлайн, Марина Ланская и Станислав Михайлов. Союз Онлайн, Марина Ланская и Станислав Михайлов.